Хотя уровень тестостерона и чувствительность к инсулину снижаются с возрастом, мало что известно об этом взаимодействии у мужчин. Несколько перекрестных исследований продемонстрировали обратную корреляцию между уровнями тестостерона и инсулина, обрисовав положительную связь между тестостероном и чувствительностью к инсулину. Совсем недавно небольшой систематический обзор и метаанализ показали, что уровень тестостерона значительно ниже у мужчин с сахарным диабетом второго типа. Для дальнейшего подтверждения этих результатов сообщили из исследования, что низкий уровень тестостерона в сыворотке крови предсказывает повышенный риск развития сахарного диабета второго типа в течение 5 лет. Кроме того, показали, как острая депривация тестостерона снижает чувствительность к инсулину у мужчин. В результате возрос интерес к потенциальному использованию заместительной терапии тестостероном у пациентов с сахарным диабетом второго типа. К сожалению, другое исследование не выявило влияние заместительной терапии тестостероном на периферическую чувствительность к инсулину или эндогенную выработку глюкозы у стареющих мужчин с пониженным уровнем тестостерона. Аналогичные результаты получены в недавнем исследовании с участием 308 мужчин старше 60 лет, проживающих в общине с низким или низконормальным уровнем тестостерона. Рандомизированное двойное слепое исследование изучило пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе или недавно диагностированным с сахарным диабетом второго типа, сообщая о снижении числа пациентов с сахарным диабетом второго типа у тех, кто лечился тестостероном в течение двух лет, в дополнение к адекватной программе образа жизни. В частности, среднее изменение от исходного уровня глюкозы через два часа составило минус 0,95 ммол на литр в группе плацебо и минус 1,7 ммол на литр в группе тестостерона. Со средней разницей минус 0,75 ммол на литр. Несмотря на доказательства, этот вопрос все еще остается спорным и требует прояснения. Как сообщается в обширном метаанализе, у пациентов с метаболическим синдромом наблюдались значительно более низкие уровни тестостерона по сравнению со здоровыми людьми и как с сахарным диабетом второго типа, так и метаболическим синдромом, независимо друг от друга, предсказывали низкий уровень тестостерона. Напротив, заместительная терапия тестостероном, по-видимому, снижает уровень ликированного гемогловина и улучшает оценку гомеостатической модели резистентности к инсулину. Конечно же, механизмы, а последующие эффекты тестостерона многообразны и до сих пор до конца не выяснены.